Добрый день! Эфир телеканала Кубань24 продолжает программа «Факты мнений» из Сочи. Именно наш курорт стал единственным российским городом в гастрольном графике знаменитого цирка Дюссалей. Артисты привезли шоу «Тотем», которое рассказывает об эволюции человека. В постановке задействованы 46 артистов из 17 стран мира. Нила, добрый день! Расскажите нам, пожалуйста, сколько артистов задействовано в труппе, сколько обслуживающего персонала и что они делают, кто за что отвечает. Если взять в пример любую постановку цирк Дюссалей, а у нас в настоящее время пару десятков шоу путешествуют по миру, то в туре работают от 100 до 120 человек. В среднем это 50 артистов, исполнителей и музыкантов в труппе шоу. И еще человек 50-75 это шоу обслуживают. Если говорить конкретно о постановке «Тотем», то на сцене зрители видят труппу из 46 человек. Это наши артисты, наши музыканты, наши исполнители. А еще более 50 человек это сотрудники тура, то есть люди, которые это шоу обслуживают. Нила, вы же профессиональная танцовщица и в свое время были задействованы в одной из постановок цирка Дюссалей. Расскажите об этом подробнее. Да, это действительно так. Я профессионально занималась танцами, причем очень-очень много лет. Я занималась балетом и контемпом, то есть современными танцами. И в один прекрасный день мне позвонили из цирка Дюссалей, и предложили работу в одной из постановок. Это шоу называлось «Дролеон». Я была там одной из танцовщиц в труппе. Проработала я с этой постановкой примерно три года. И потом закончила свою танцевальную карьеру и стала немножечко таким управленцем. Сегодня я работаю артистическим директором. Нила, будучи артистическим директором, вы отвечаете за качество и уровень постановки, а также за то, чтобы шоу оставалось в том виде, в котором его придумали создатели. Шоу «Тотем» с 2010 года гастролирует. Вот скажите, пожалуйста, с тех самых времен претерпело ли оно какое-либо изменение или осталось в первозданном виде? Будучи артистическим директором, я действительно отвечаю за то, чтобы шоу осталось таким, каким его задумали его создатели 7 лет назад. Шоу появилось в Монреале в 2010 году, но нельзя сказать, что шоу не меняется. Но, конечно, меняется. За 7 лет гастрольной жизни в нем появились новые люди, какие-то новые номера. Но я отвечаю за сохранение именно артистических элементов в первозданном виде и за то, чтобы шоу оставалось живым и интересным для зрителей в разных городах и в разных странах. Скажите, а по какому принципу строится ваша работа с артистами? Наверняка с таким графиком очень трудно поддерживать мотивацию среди артистов. Да, вы правы. Мотивировать артистов – это одна из моих главнейших задач. Шоу «Тотем» выступает 8, 9, 10 раз в неделю. Многие артисты, многие исполнители и музыканты работают в этом шоу много лет. И в таком графике можно просто сойти с ума. Нам важно, чтобы шоу развивалось и оставалось интересным для зрителей. То же самое можно сказать и о нашей труппе. Нам важно бросать им вызовы, предлагать им возможности развиваться. Мы работаем над тем, чтобы они не стояли на месте, не засиживались. Мы предлагаем им развиваться и лично, и в художественном плане. Мы иногда добавляем новые элементы в номера, которые они исполняют. Прежде, конечно, мы их очень активно отрабатываем, но они тоже не стоят на месте. Они тоже развиваются, и я этому способствую. Расскажите, пожалуйста, приглашаете ли вы в труппу русскоязычных артистов перед тем, как выступать в России? Нет, специально для выступления в России, конечно, мы не собирали каких-то русскоязычных исполнителей. Наш процесс отбора артистов выглядит следующим образом. Мы просто берем лучшие таланты, которые существуют в этом мире, самых уникальных исполнителей, лучших из лучших. И нам не важно, в какой стране они живут, будь то Россия, либо любая другая точка земного шара. То есть кастинг, он не привязан к локации выступлений. Одна и та же труппа путешествует во всех городах. Нила, в субботу, 1 июля, состоялось премьерное шоу. Расскажите, пожалуйста, как вас приняла сочинская публика? Действительно, перед началом гастролей в России нашим последним рынком была Япония. Мы очень любим там выступать. Публика, конечно, колоссальным образом отличается от российского зрителя, потому что в Японии все очень вежливые, очень тихие. На шоу они крайне скромно себя ведут, потому что таково их поведение, такова их манера. И именно таким образом они показывают свое уважение и свое восхищение нами. А в России же на премьере вот в субботу крайне эмоционально люди реагировали. Было очень-очень много народу, и нас поддерживали хлопками, посвистывали на протяжении всего шоу. Это было, конечно, очень классно. Это очень... артисты это чувствуют, эту энергетику бешеную, и очень приятно выступать. Скажите, а как бы вы описали шоу «Тотем» буквально в трех словах, и почему на него обязательно нужно попасть? Это шоу очень душевное. В нем много души, в нем много вот таких тонких материй. Оно веселое, оно приносит радость людям, и оно очень многосложное и в плане техническом, и артистическом, и художественном. Нила, расскажите, пожалуйста, Сочи единственный город в России, в котором выступит цирк Дю Салейс, шоу «Тотем». Интересно, почему? Большое количество людей со всей России, а страна эта большая, приезжают отдыхать летом в Сочи. И нам показалось, что прекраснее место для выступления в июле во всей России просто не найти. Поэтому мы здесь. Приходите, смотрите. У меня к вам еще один вопрос, последний. Скажите, пожалуйста, что вы уже успели посмотреть в Сочи, и какие у вас планы на ближайшие выходные? Я видела Черное море, я успела в нем искупаться, полюбовалась дельфинами, ходила в туристический поход в горы. Потрясающие виды, свежий воздух, красивая природа. А еще наши выходные, выходные у артистов шоу «Тотем» – это непривычные для всех людей субботы и воскресенья, так как у нас в эти дни по два выступления в день. А это понедельник, мы отдыхаем по понедельникам. И я думаю, что в этот понедельник я отправлюсь в Сочи, в Большой Сочи, чтобы посмотреть и изучить город. Нила, спасибо, что вы пришли к нам в гости. В своем бурном графике выкрали эти 20 минут. Мы желаем вам дальнейшего гастрольного, удачного графика. И до свидания.